Дхарма Вижн представляет Дхарма Вижн представляет Открытие буддизма Добрый день. Ричард Кир. Мы живем в счастливой эпохе. Вы думаете, я говорю о современной эпохе? Нет, в эпоху, когда буддизм укоренился на Западе. До недавнего времени квалифицированных учителей буддизма Махаяны было почти невозможно встретить за пределами Азии. Нужно было ехать на восток, чтобы получить глубокие учения по таким темам, как сострадание, пустота, карма и просветление. Это удивительный дар, что сегодня мы можем познакомиться с древними учениями Будды, посмотрев этот цикл из 13 фильмов. Вы получите наставления величайших учителей, тибетских и западных, мужчин и женщин, наших с вами современников. Вы услышите интервью с практикующими буддистами, которые поделятся с вами опытом притворения в жизнь буддийских учений. У вас появится возможность хотя бы отчасти понять, что такое буддизм, узнать методы, которые позволят вам наполнить свою жизнь смыслом. Сознание и его возможности Несмотря на все наши достижения в области науки и техники, мы по-прежнему мало что знаем о сознании и его возможностях. А ведь две с половиной тысячи лет назад Будда Шакьямуни сумел полностью раскрыть потенциал своего сознания. Он открыл, что сознание не ограничивается мозгом. Сознание безначально. Оно — источник всего, что мы испытываем в этом мире. Поскольку наше восприятие реальности напрямую связано с сознанием, мы способны не только полностью искоренить омрачающие эмоции, такие как гнев, но также сознательно восходить к высшему из возможных эволюционных состояний — состоянию Будды. Каждое живое существо может достичь этой безграничной мудрости и сострадания. Буддизм учит, что понимание подлинной природы сознания делает нас спокойнее и счастливее. Мы легче справляемся с трудностями и становимся эффективнее в помощи другим. Буддийская монахиня Кони Миллер Этот цикл из 13 фильмов поможет вам сделать первый шаг в изучении буддизма Махаяны. В практике буддизма Махаяны идея мотивации имеет колоссальное значение. Например, если кто-то дарит вам подарок со скрытым намерением, скажем, желая получить что-то взамен, тогда это действие не покажется вам таким уж позитивным. Но если его преподносят с единственной целью — увидеть счастье на вашем лице, когда вы возьмете его в руки, тогда это по-настоящему достойный поступок. В духовной практике мотивация, то есть намерение, стоящее за нашими делами, имеет не меньшее значение, чем само действие. Поэтому в начале каждого фильма этого цикла мы будем зарождать чистую мотивацию, мотивацию Махаяны, которая побуждает нас беспокоиться не только о своем собственном благополучии, но взращивать в сердце желание принести пользу другим живым существам и наделить их счастьем, какое только возможно. В фильме «Сознание и его возможности», первом фильме этого цикла, мы поговорим о безграничных возможностях нашего сознания приносить счастье себе и другим. И здесь, опять же, та мотивация, с которой мы будем слушать учения, чрезвычайно важна. Давайте остановимся на мгновение и зародим в своем сердце сильное желание применить полученные знания таким образом, чтобы иметь возможность принести счастье не только себе, но также подарить счастье и благополучие другим живым существам вокруг нас. Учителя Буддийская монахиня Рабина Куртин Австралийка по происхождению. Рабина Куртин уже 26 лет является практикующей монахиней в тибетской традиции буддизма. В разных странах знает ее динамичный стиль подачи учения и глубину знаний. Рабина была выпускающим директором издательства «Виздом Пабликейшнс» и буддийского журнала «Мандала». Сегодня она возглавляет проект «Либерейшн Призон», который помогает заключенным США и Австралии желающим практиковать буддизм. В буддизме это синоним слова «сознание». Это первое. Второе. Характеристики ума. Согласно буддизму, в нем нет ни единого атома физической природы. Он нематериален. Это интересно. С точки зрения христианства, есть некая часть нас, которая именуется душой. Она тоже нематериальна. Есть также воззрение материалистов, которые говорят, ум — это мозг. Мозг, ДНК, гены, ничего больше. У нас есть эти две точки зрения. Буддизм не разделяет ни ту, ни другую. Буддизм говорит, что слово «ум» относится ко всему спектру наших внутренних переживаний, интеллекту, мыслям, концепциям, чувствам, эмоциям, подсознанию, сверхсознанию, духу, инстинкту, интуицией. Можно продолжить этот список. Все это в буддизме описывается термином «ум» или «сознание». Еще один момент. Здесь буддизм снова принципиально расходится с другими религиозными системами. Он заключается в том, что в нас нет ни единого атома, который был бы сотворен высшим существом, Богом, Буддой, кем хотите. Ни единого. Будда сказал, в этом состоит его взгляд на вещи. Он пришел к этому выводу на основе своего опыта. И еще одно. Здесь буддизм радикально расходится с западной психологией. Нет ни единого атома в нашем уме, личности, наших мыслях, чувствах, эмоциях, который был бы сотворен нашими родителями. Большой сюрприз. Пора перестать винить их. Нет ни единой частички ума, источником которой были бы нашим мать и отец. Тело, да. Спасибо вам, мама с папой. Сперма и яйцеклетка – основа для проявления нашего тела. Итак, с буддистской точки зрения наш ум нематериален. Он не создан родителями, Богом, Буддой или иным высшим существом. Ясно, что он не мог возникнуть из небытия. Мы знаем, что все в этой вселенной имеет свою предыстонию. Вот эти предметы, когда-то были металлом, пластмасса и так далее, тоже с этой чашкой и цветком у всего своя предыстория. Не было ничего, и вдруг цветок? Так не бывает. Естественно, это распространяется и на ум. Ум – сознание нематериальное. Есть предыстория – река мгновений осознавания, ментальный континиум, как мы его называем. Так мы приходим к концепции обезначальности ума. Ведь если вы последуете этой логике, интеллектуально, концептуально, то не сможете прийти к иному выводу. Вам придется сказать «ум безначален». Это вопрос причины следствий – курица и яйца. Откуда взялась первая курица? Христиане, мусульмане и большинство мировых религий отсылают нас к Богу, как к первоисточнику. Как мы возникли? Нас создал Бог? Буддизм говорит «нет, мы возникли из предыдущего момента осознавания». Мы прокручиваем жизнь назад и думаем «наверное, все это началось 32 года назад, или 52 жизни назад, или в какой-то другой момент». Может быть, ум появился тогда. Но если он появился тогда, значит, он должен был родиться из предыдущего мгновения. Вывод – сознание безначально, так говорит буддизм. Еще один ключевой момент – природа Будды. Что это такое? Нас всех волнует вопрос «кто я?» «В чем моя цель?» «Зачем я здесь?» Будда отвечает. Чтобы стать Буддой. Что значит «стать Буддой»? Будда – санскритское слово. Оно означает «полностью пробужденный», «полностью развитое сознание», «ум», ступень, по достижению которой дальше некуда развиваться. Будда – это ум. Существо, сознание, в котором полностью развито то, что мы называем позитивными качествами, и которое абсолютно свободно от негативных. Вот так, если объяснять просто. Будда говорит «вот кто мы на самом деле». Мы все обладаем природой Будды. Если объяснять простыми словами, можно воспользоваться аналогией с желудем. Мама, что это? Дорогая, это желудь. Что такое желудь? Этот желудь, и она показывает на дуб, станет деревом. Как интересно. Можно говорить о природе желуди. Можно разъяснять, что это такое. Но когда смотришь желудь, первое, что приходит на ум – желудь – это потенциальный дуб. Так ведь? Миленькая коричневая штучка, ее можно использовать по-разному, как украшение, как оружие, если хотите. Но это все не то. Главная характеристика – истинная природа. То, чем желудь действительно является. Это дуб в потенциале. Глупо, если из него так и не вырастет дуб. Прискорбно, так ведь? Это и говорит Будда. Ум, сознание, нерушимое, несотворенное. Его истинная природа. То, чем оно действительно является. Это потенциальный Будда, полностью развитый ум. Это не значит, что у нас нет выбора. Варианты есть. Это не значит, что такие люди, как Мать Тереза, рождены, чтобы стать Буддой. Речь идет скорее о шансе, чем закономерности. Это лишь означает, что при соблюдении всех необходимых условий, желудь становится дубом. Можете выращивать из него яблоню. Но это глупо. Такое представление о себе мы должны воспитать. Сегодня мы до конца не знаем, кто мы такие, утверждает Будда. Мы отождествляем себя с каким-то одним аспектом, с чем-то неразвитым. Я это, я то, я ленивый, я толстый, я человек, я женщина, я плохой, я хороший, я уродлив, я красив. И какое бы определение вы не дали, это будет лишь один аспект. Как скучно, как глупо, как недальновидно. Я Будда. Вот наша подлинная природа. Наш дуб в потенциале. Когда вы развили себя полностью, у вас появляется два крыла. Крыло сострадания ко всем живым существам. Сострадание, которое вы взрастили полностью. Дальше его некуда развивать. Такое ощущение, будто все эти существа – это вы сами. Нет разделения. Огромное сострадание. Огромное спонтанное желание приносить пользу каждому из них наилучшим образом. Второе крыло – совершенная мудрость. В буддизме это называется всеведением. Моя мама считала, что утверждать так слишком самоуверенно. Только Бог обладает всеведением. Но Будда говорит, каждое существо. Если у вас есть ум, в нем заложен потенциал знать все. Это естественное положение вещей, говорит Будда. Наш ум обладает способностью в буквальном смысле знать все. И если мы устраним все загрязнения, омрачения нашего ума, тогда он сумеет постичь природу вещей. Будда говорит, что мы не способны проникнуть в природу вещей, потому что наш ум загрязнен. Полностью развитый ум обладает всеведением и безграничным состраданием. И третья его характеристика – то, что можно назвать всемогуществом, способность без усилий приносить пользу каждому из этих бесчисленных живых существ во всей Вселенной. Приносить им наибольшую пользу, руководствуясь мудростью. Ясновидеть их умы, чтобы точно понимать, что именно нужно для них сделать. К тому же у вас появляется возможность проявлять свой ум Будды в миллионных форм, в миллионных вселенных, на протяжении миллионов кальп, до тех пор, пока существуют страдания. Вот что такое Будда. Вот что такое просветление. Просветление – это не просто приятное чувство, это нечто большее. Будда сказал, вот ваша подлинная природа, вот чем вы можете стать, вот чем вы являетесь по сути. Пока вы этого не понимаете, но как только вы по-настоящему осознаете, что такое желудь, на самом деле вы станете относиться к нему с почтением. И это то представление о себе, в котором нам нужно утвердиться. Оно несет колоссальное вдохновение. Когда вы поймете ум, вы поймете все. Буддийский наставник Нагарджуна Буддийский монах Туптен Дон Друп Туптен Дон Друп – полностью посвященный монах из Австралии, практикующий тибетский буддизм в течение 26 лет. Он преподавал в центрах ФПМТ в 13 странах мира. Туптен Дон Друп известен своим доступным стилем изложения учений, обширными знаниями, искренним сердцем и удивительным смирением. Учения в Валенсии, Испании. По разным причинам мы встречаемся с буддийской дхармой. И встречаясь с дхармой, все отчетливее и отчетливее понимаем, что настоящий источник нашего страдания кроется в нашем уме. Внешние причины страдания. Конечно, есть множество внешних условий для его проявления. Но коренная причина страдания учил Будда в нашем уме. И действительно, даже проявление тех или иных внешних условий напрямую связано с умом. Чем яснее мы понимаем, что наш собственный ум – источник нашего страдания, а также то, что по счастью наш ум – источник нашего счастья, тем яснее мы осознаем, что единственный способ освободиться от страданий – это изменить свой ум и изменить радикально. Если мы чуть-чуть изменим его, мы чуть-чуть избавимся от страданий. Если же мы радикально изменим его, совершим настоящую революцию в своем уме, устраним возникающие в нем омрачающие эмоции и разовьем все его позитивные качества, тогда мы можем полностью избавиться от страданий и обрести истинное счастье. Ведь то счастье, которого мы ищем, невременное и неповерхностное, возможно, мы никогда не задумывались, к какому счастью мы стремимся. Но если задумаемся, то поймем, что мы ищем счастье, которое было бы совершенным и нерушимым. Буддизм говорит, что есть удивительные явления, именуемые умом. Это не мозг, он нематериален, не обладает формой или другими свойствами физической природы. Он ясный, бесформенный и способен постигать. В действительности ум единственное, что может познавать, переживать и ощущать. Работа ума познавать самыми разными способами. Мы можем проанализировать это слово, познавать, и обнаружим, что есть множество способов познания. В настоящее время наше познание опосредованное и поверхностное. В основном через концепции, через чтение, через то, что мы слышим от других. Сейчас возможности нашего познания весьма ограничены. Это потому, что есть препятствия, не позволяющие нашему уму обрести полные и совершенные знания. Эти препятствия, омрачающие эмоции, которые есть у каждого из нас. Только представьте, каким бы был наш ум без этих тревожащих мыслей, если бы ни одна никогда не тревожила нас. Если бы ничто не обращало нашу врождённую способность познавать, переживать, ощущать. Это было бы удивительное переживание. Поистине удивительное. Без всех этих отвлечений, без всей этой запутанности, ум мог бы просто знать. Но возможно ли избавиться от тревожащих мыслей? Это тоже очень большой вопрос. Вся буддийская дхарма об этом. Но, может быть, у нас есть шанс почувствовать, что это возможно. Ведь когда мы медитируем, или пытаемся медитировать, когда мы концентрируем своё внимание на таком объекте, как, например, дыхание, и пусть мы не способны удерживать полную концентрацию на дыхании в течение долгого времени, на сто процентов осознавать одно только дыхание, ощущать, что мы и дыхание — суть одно. Всё же, если мы прилагаем усилия на этом пути, что происходит? Мы все ощущаем, когда пробуем сосредотачиваться, что наши омрачающие мысли, волнение ума действительно уменьшается. Да? Надеюсь, мы все чувствовали это хотя бы один раз. Пусть ненадолго тревожащие мысли и они не уходили совсем, но, по крайней мере, успокаивались. Это показывает... На самом деле, это доказательство тому, что у тревожащих мыслей самих по себе нет силы держать наш ум под контролем. И... Мой чудесный пример... Обычно... Директора центров его не любят за его разрушительный характер. Обычно наш ум вот такой. Это наш ум. Абсолютно неспокойно. Стревожен. Но если я перестану трясти стакан к радости нашего директора, что тогда произойдет? Вода вернется в свое естественное состояние. Волнение не является естественным состоянием воды. Это следствие воздействия внешней силы. И если вы перестаете трясти стакан, вода, без вмешательства каких бы то ни было внешних факторов, сама по себе возвращается в свое естественное состояние. ее поверхность становится ровной, гладкой, и... когда она спокойна и прозрачна, она способна отражать. Когда ее гладь взволнована, она не может без помех отражать объекты. Можно также заметить, что стоит нам провести простейшую медитацию на дыхании, как наш ум начинает успокаиваться. Он становится спокойнее и прозрачнее, потому что это его естественное состояние. Мы не ощущаем, что это его природное состояние, но это его естество, и он всегда проявляет тенденцию возвращаться в него. Подумайте об этом. Ученики. Что для вас ум и его потенциал? Буддийская монахиня Лосанг Чуцок. Понимание истинной природы ума помогло мне постепенно, наверное, за три года, отфильтровать свои ощущения. Это произошло не сразу. Все шло постепенно. Но однажды я проснулась и подумала, «Ух ты! Я стала другим человеком. Появилось больше уверенности в своих силах, потому что я вдруг начала понимать, что я не какое-то ограниченное, беспомощное, безнадежное существо, живущее под влиянием всех этих многочисленных внешних и внутренних факторов, которые доставляют столько страданий. Люди часто подходят ко мне и спрашивают, почему я стала монахиней, о буддизме. У многих из них есть ощущение, будто буддизм это темное, мрачное, пессимистичное, нигилистическое религия, которое говорит только о страдании и смерти. Да, мы много говорим о страдании и смерти, но мы упоминаем их, когда описываем ту ситуацию, в которой все мы находимся. Мы страдаем, и нам придется умереть. но из этой ситуации есть выход. Все как-то забывают об этой части. И выход в том, что у нашего сознания колоссальные возможности, совершенно немыслимые. Мы можем стать удивительными существами, буддами, теми, кого мы называем буддами. Можете назвать по-другому. У нас есть потенциал стать таким существом, которое нам даже невозможно вообразить. Всемогущим, всеведущим, благостным, способным помочь всем. Мне всегда хотелось помогать людям. С самого детства я понимала, что люди страдают. Мои родители страдают. Мои бабушка и дедушка страдают. Все страдают. И я видела их страдания, видела свое страдание. Когда я выросла, мое собственное страдание так захватило меня, что мне казалось, я не в силах помочь другим. Я себе-то помочь не в силах. Но постепенно, благодаря пониманию и отчасти переживанию и ощущению этой заложенной во мне невероятной природы, я стала больше помогать другим и меньше думать о своих собственных страданиях. Чтобы увидеть ум, нужно смотреть оком мудрости. Миларепа. пусть та позитивная энергия, которую вы накопили слушая учения, поможет вам быстро достичь просветления ради блага всех существ. Режиссер и продюсер Кристина Ландберг Монтаж Аманда Белл-Лотос Операторы Кристина Ландберг Матео Пасегато Помощник по монтажу Лиза Леви Графика Адам Фокс Музыка Наван Кичок Крис Хинс Увил Йодер и Жири Девуань Фильм озвучен по заказу фонда Сохраним Тибет Кристина Ландберг